Всем привет, дорогие подписчики моего канала, с вами мистер Хэд. И ребят, сегодня у нас топ 5 ноунейм ютуберов, которые получили свою популярность. Сделал я этот топ из-за того, что некоторые знают или не знают ютуберов с хорошим контентом. Однако у них мало подписчиков, поэтому это топ 5 ютуберов ноунеймов, которые получили популярность. И да, я не умею делать вступление, поэтому наливайте себе чай, а мы начинаем видос. Начинаем, мы погнали! Minecraft. Игра моего детства. Одна из моих любимых игр. Как грустно становится, когда я понимаю, что многие беспощадно хейтят это творение компании Mojang. Даже не поиграв. Так и хочется сказать, эти люди просто тупые и не разбираются. Они не правы, что так считают. Да, они не правы. Но в своей неправоте они не виноваты. Я и раньше слышал про эти ужасные ролики по кубачу, которые попадают в игровые тренды. Ну, вот эти ролики. Бе-бе-бе, твоя пейса, ерунда! Ты красивый, но не милый! Да пей за меня, я пошла кататься на машинах! Ну типа на самолётах! Если ты смог в этом ультразвуке различить связанную и адекватную речь, то поздравляю, у тебя депрессия. Ну или IQ меньше возраста, как знать. Знаете, я столкнулся с потоком этих фекалий, когда призадумался о покупке рекламы для своего канала. Да, продвинуться без неё, к сожалению, сложно. И мой выбор пал именно на контент-мейкеров из квадратного мира. А сейчас реклама. Иначе бы вы не нажали на этот видос, верно? А потому давайте поговорим о современной... Анимации. В этот самый момент анимацию может делать любой павук с лапками и стилусом. Или вообще без стилуса. Короче говоря, любой павук может делать анимацию. И у меня наворачиваются слёзы от осознания того, как же далеко мы зашли. Когда-то давно я даже вообразить не мог, что вольная анимация будет столь повсеместна. И то, что сейчас происходит. Происходят. 101. Прошлые сотни дней закончились в аду, и это начнётся здесь же. Только перед этим я быстро заскочу домой, чтобы взять с собой немножко ресурсов. В Незере же я очень долго рылся в поисках хоть чего бы то интересного. Бастионы или крепости. Но спустя день рытья ничего, кроме какого-то количества кварца и золота, я не нашёл. К слову, почему именно день рытья, если в аду время не идёт, что прекрасно иллюстрирует часы в моём хатбаре? Всё очень просто. Сутки в Майнкрафте длятся 20 минут, и примерно столько же буду отсчитывать и я, чтобы определить время, проведённое в аду. Ведь если считать час, два, десять проведённых в аду подряд за один внутриигровой день, на производство этого ролика уйдёт намного больше времени. А перерывчик получился и так... не маленький. Закончим. Основы лысых в образовании и обучении – это 3D-хоррор от первого лица. В школе. Сама игра по жанру индюшатина, что косит под старые обучающие игры. Механика простая – бегаем да собираем предметы. Чем-то даже напоминает Слендермена. Могу похвалить графон в этой игре. Что-то между Соником Скулхаус и третьим Кнеком. Одним словом... Красиво! По сюжету мы приходим в школу друга, чтобы забрать его тетрадки. Почему же мы делаем это вместо него? Возможно, его смущает вот этот низкополигональный шарик из Финиса и Ферба, который является тут учителем математики. Оу! Ай! Привет! Велхвен ты в Майс Шклхаус! Не восхищайтесь особо вежливостью этого пожилого молодого человека, он ещё покажет себя. Чтобы забрать тетрадки, Балда предлагает решить вам пару примеров. И если первые два, хоть и с большим трудом, но можно решить, то к третьему примеру Дед окончательно офигевает и ставит нам невозможные задачи. На уровне пятого класса и выше. Иди там на... Помните, что Майнкрафт раньше назывался Кейв Гейм? Помните, что Кейв Гейм даже не была самой ранней версией Майнкрафта? Самая ранняя версия игры выглядела вот так и весила всего 4 килобайта. Даже немного меньше. Для сравнения, вот эта до невозможности с шакаленной картинкой весит в 4 раза больше. Помните, что полное название игры Minecraft The Order Of The Stone? Помните старые текстуры некоторых блоков? А ведь правду говорят, трава действительно раньше была зеленее. Помните, что Стив раньше был мобом? Помните, что у скина персонажа на самом деле никогда не было официального имени? Стивом его назвал один из игроков, а другие подхватили, потому что альтернативы не было. Помните, когда Алекс не существовало? Помните, что раньше не было биомов? Помните, что раньше еда не стакалась? Кстати, помните единицу измерения стак? Это 64 штуки. Помните? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok